Привет, друзья! Я только говорил о том, что гербицидные обработки гербицидной, например, о пшенице, по уборке, как убираем. Итак, что касается гербицидной обработки, работаем практически всегда одной схемой, уже давно, на протяжении долгих лет. Это у нас схема Дианат плюс Гранд Стар. Она мне нравится, мы от нее пока не отходим. Мы работаем в фазу кущения и противозлаковым работаем в фазу трубки. Это пума 7,5 или пума 100. 7,5 где-то расход 0,9, а сотки где-то 0,6-0,7 в этих пределах. По Дианату и Гранд Стару дианат где-то 150 мл, Гранд Стар от 15 грамм на гектар. Фунгицидных обработок у нас бывает от 2, то есть мы можем работать... И 3 раза, в зависимости от того, насколько у нас сам посев тянет. Какая урожайность, какая погода, влажность, то есть количество осадков, выпавших за вегетационный период. Если сухо, конечно, ограничиваемся двумя, если влажно, иногда и трех мало. Какие фазы? Первая фаза у нас где-то фаза степлевания, начало выхода в трубку. Это фунгицидная обработка у нас чаще всего с контактным инсектицидом и как раз совместно с пумой. А вторая фунгицидная обработка в фазу начала калашения. Когда колос только выходит. Это прям самая-самая такая. Когда вот этот хвостик начинает выходить из колоса. Еще и флаговый лист и начало калашения. Так. И третья фунгицидная обработка уже по колосу после цветения. Вторая обработка у нас с инсектицидом системного действия. Это чаще всего конфидора, где-то 3-40 грамм. И все. По колосу мы также работаем перитроидом. Наверное, препаратом. По колосу мы работаем перитроидом. Би-58. По колосу именно после цветения. Вот так вот. Когда у нас яровая созревает. Она у нас созревает где-то. Начинает уже ее можно убирать где-то 1-го августа. 1-го, 2-го августа. Ну, в целом, все так. Ничего больше, как бы добавить больше нечего. Потом, в период вегетации, я, может быть, буду вам показывать состояние и так далее. Сейчас мы сеем сою, закладываем опыты с различными нормами высева. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...